Подводные лодки – веками это гордость и опора нашего государства. Началось все еще при Петре I. Тогда первые экземпляры потаенного судна попытались обуздать подводное пространство. А спустя века эскадры подводных лодок охраняют границы нашей страны. Эти высокотехнологичные боевые машины – не просто чудо инженерной мысли. Слаженность действий команды, где нет права на ошибку – необходимое условие функционирования этого сложного организма. Эту миссию некоторые для себя видят смыслом своей жизни уже с детства. Капитан второго ранга Виктор Акулич. За его спиной многолетний опыт морских походов на разных модификациях подводных лодок. На груди сверкают медали в том числе за дальний поход и за службу родине. Сейчас, много лет спустя, свои первые выходы в море Виктор помнит до мельчайших подробностей. Служба на подводной лодке очень специфична. Приходится проводить очень много времени в замкнутом пространстве. Сложность и количество разнообразной техники и электроники, как на космической станции. Отсюда и требования к моряку-подводнику. Они необычайно высокие. Помимо физической подготовки, с подводниками проводится большая психологическая работа. Лучшие из кандидатов становятся в ряды экипажа. Ни один, ни матрос, ни мишман, ни офицер не было. Ни испугавшихся, ничего. Подводник – профессия, в которой нет места женщинам. Возможно, это просто традиция. А возможно, условия, цели и задачи этой специальности не совсем подходят представительницам прекрасного пола. Служение своей стране формирует особые черты характера и личности. Я вырабатываю этой смелости, находчивость, дисциплинированность, потому что от дисциплины зависит очень многое. И главное – доскональное знание своей обязанности, профессии. Любая малейшая ошибка может привести к непредвиденной катастрофе на корабле. Подводный флот – это не служба, не работа и не вид деятельности. Для этих людей это судьба, повинуясь которой они снова и снова погружаются на глубину для защиты рубежей своей Родины.